100-дневный воркаут, образовательная программа для тех, кто хочет перевести себя в отличную форму или возвращается к тренировкам после долгого перерыва. Здесь расскажут, как эффективно заниматься, правильно питаться и ответят на все вопросы, которые могут возникнуть у новичка. И всё это абсолютно бесплатно. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это Андрюха Качок Динозавр. Сегодня мы снимем офигенную программу тренировок для подростков, но и также для новичков она такая лёгкая довольно будет, поэтому если вы офисный работник, либо подросток слабенький, то будете выполнять её и станете качками, как этот динозавр. Полетели! Это динозавр! Итак, друзья, сначала инструкция для тех, кто не умеет отжиматься, подтягиваться и так далее. Если вы не умеете подтягиваться, то смотрите, что вы должны делать. Запрыгивайте на турник, висите, укрепляете сначала хват, если вы совсем не можете ни капли подтянуться. Потом немножечко подтягивайтесь вот так, как можете, и висите в таком положении. Оп! И вниз. Снова висите. Потом немножко снова подтянулись. И снова висите. Это укрепит ваши мышцы, и тогда вы сможете всё выше и выше подтягиваться, начиная постепенно, и выше, выше, выше будете уже профессионалами. Короче, следующий метод – это какая-то подставка под ноги. Вам нужно поставить вот так. Ну, это может быть что угодно, коробка, либо что-то такое. Значит, запрыгиваете на турник, встаёте ногами вот таким вот образом, и, короче, подталкиваете себя ногами. Старайтесь, конечно, тянуть руками, но немножко, как бы, помогаете ногами и выталкиваете, как бы, своё тело вверх. Это тоже разовьёт ваши мышцы, и будете потом качками. Третий метод тоже прикольный. Вы должны запрыгнуть, это будет статика. Смотрите, как вы делаете. То есть просто с прыжка, оп, запрыгиваете и висите вот в таком положении. Статика укрепляет тоже мышцы, развивает их, они станут крепче у вас, и тогда вы станете качками и сможете подтягиваться много раз. Переходим к отжиманиям на брусьях. Значит, если вы не умеете отжиматься на брусьях, то вы просто запрыгиваете такие. Сначала висите тоже вот так, укрепляете свои мышцы, трицепсы, потому что статика тоже помогает. Потом начинаете, ну это уже, наверное, на следующую тренировку, начинаете совсем потихонечку опускаться вниз. Доходите до положения 90 градусов в локтях, спрыгиваете. То есть вверх вы уже не можете подняться, потому что у вас сил нету. Потом снова запрыгиваете просто, и опять потихонечку начинаете делать вот такую штуку, спрыгиваете. И так делаете много повторений. Следующий метод – это подставка. Встаете, опять же, ноги у вас внизу, опускаетесь вниз и подтягиваете себя немного ногами. В зависимости от вашего роста вы должны подставить подставку. То есть и помогаете себе. Можно одной ногой делать? То есть пытаетесь как можно сильнее выдавить себя руками и немножко помогаете ногой, чтобы сбавить вот эту нагрузку, убрать дополнительный вес. Что касается теперь отжиманий. Вы должны учиться отжиматься от высокой поверхности. То есть вот примерно вот так. Встаете и отжимаетесь, как будто от пола. Если вы девушка слабенькая, если вам сложно даже здесь отжиматься, сначала начинаете отжиматься от стенки. То есть чем выше расстояние, ну желательно, чтобы руки тут были. Тут неудобно, конечно. Просто к стенке встаете, руки на уровне груди и отжимаетесь от стенки. Потом переходите все ниже, ниже и ниже. Следующий метод, смотрите. Встаете и потихонечку опускаетесь вниз. Доходите до этого положения. Встаете на ноги. Немножко отдыхаете. И делаете второй подход. Опускаетесь очень медленно вниз. Вверх себе не надо выжимать, потому что у вас сил не хватит. А немножечко вот так, оп-оп-оп-оп, потихонечку и встаете на ноги. Так делаете подходиков 5-6, отдыхаете, потом еще можно 5 сделать. Это все очень быстро будет. Следующий метод стандартный на колени. Встаете на колени и отжимаетесь вот таким вот образом. Это заберет половину вашей нагрузки тела, то есть веса тела. И тогда вы сможете нормально потом научиться отжиматься уже без колен на ногах. И самое важное, друзья, перед тем, как вы начнете что-то учиться делать, то есть отжиматься на брусьях, подтягиваться, отжиматься от пола, вам нужно сначала укрепить ваши мышцы. Берете, не знаю, если вы хотите научиться подтягиваться, берете там штангу, делаете какие-нибудь тяги в наклоне, качаете бицепс, потому что надо вам накачать те мышцы, которые участвуют вот в этих упражнениях. И тогда вам будет гораздо легче научиться отжиматься, подтягиваться и так далее. А мы переходим к программе тренировок. Андрюха вам покажет программу тренировок для подростков, также для новичков. Так мы скажем, подросток-новичок. Полетели. Всем привет, и сегодня я расскажу вам о программе тренировок. Она состоит из четырех тренировочных дней. Сначала вам надо сделать два дня легкая тяжелая тренировка, потом один отдых, затем опять легкая тяжелая тренировка и два дня отдых. Собственно, в каждом упражнении надо сделать четыре подхода, а количество повторений зависит от вашей физической подготовки. Тяжелая тренировка состоит из шести упражнений. В каждом вам нужно сделать четыре подхода, и в зависимости от вашей физической подготовки столько повторений. И первое упражнение – это подтягивание средним хватом. Так, делаем четыре подхода, и приступаем к следующему упражнению. Второе упражнение заключается в том, чтобы вы подтянулись широким хватом до груди. Вот как это выглядит. Следующее упражнение – это отжимания на брусьях на грудные мышцы. Собственно, как оно делается? Вам нужно немножко наклониться вперед и локти в стороны делать, чтобы нагрузка падала именно на грудь. Дальше вам нужно сделать отжимания от пола широким хватом. И следующее упражнение – на пресс. Это подъем ног 90 градусов на брусьях. Следующим заданием для вас идет поднятие ног до 90 градусов на турнике. И это была тяжелая тренировка. И, собственно, сейчас мы перейдем к легкой. И легкая тренировка начинается с того, что вам нужно сделать четыре подхода по количеству повторений, которые вы можете сделать, широким, узким и средним хватом. Отжимания. Естественно, вам нужно сделать отдых перед каждым из них. Я просто показываю сразу, чтобы вам было понятно. И я думаю, вам хватит отдыха в полторы минуты. Следующее упражнение идет скручивание на пресс. Можете, кстати, делать по-разному. То есть ноги поближе. Это будет на именно... Что там? На выносливость, по-моему. А с прямыми ногами на силу. И после двух дней работы вам нужно отдохнуть один день. И затем на следующий день мы начинаем с тяжелой тренировки. А начинается эта тренировка с подтягивания на биццу с средним и узкими хватами. Обратными. Во всех упражнениях вам нужно сделать четыре подхода. И между подходами и между упражнениями делаем отдых полторы минуты. А дальше идут отжимания на брусьях, на трицепс. То есть мы выпрямляем полностью тело, опускаемся прямо до 90 градусов и поднимаемся. А дальше идут отжимания от пола средним хватом, также на трицепс. А дальше идут также, как и в предыдущих тренировках, поднятия ног до 90 градусов на пресс, на брусьях и на турнике. Дальше идёт лёгкая тренировка и начинается она с отжиманий. Средним хватом получается так. Потом средним хватом на кулаках и узким хватом. Делаем отдых полторы минуты. Затем отжимаемся на кулаках. Также делаем отдых и узким хватом. И заканчивается эта тренировка прямыми и косыми скручиваниями. А, это реально больно. Итак, друзья, спасибо большое за внимание. Мы надеемся с Андрюхой, что вам понравилась эта программа тренировок, потому что мы старались объяснить как можно подробнее. Поэтому подписывайтесь на Андрюху. Инстаграмчик вот тут будет, прям на нём, на сиське. И также будет в описании. Подписывайтесь. Пишите, какие видео с Андрюхой вы хотите увидеть ещё. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok